МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины при нем, аня на Беларусь-Чатыр Гродно. У студии Вольга Пеляншук. Витаю вас и глядите сегодня у выпуску. У Гродня и оселета пошнется будовництва новой установы о хове здоровья, куда в перспективе переедет другая городская больница. Старшиней Гродненской областной организации Белорусского союза Жаншин. Первый врана Ирина Степаненко. Циклон Ларс побил одразу некольких снежных рекордов региона, а новый Зигберт обещает незабывные выходные с морозом и солнцем. У областных центров на этот год заплановано будовництво новой больницы. Процесс, как говорят, запущенный. Активный этап стартует с распроцовки проектно-кошторисной документации. Параллельно одеющие медицинские установы региона нарушают и усваивают свою базу. У приватности селета заплановано открытие новых так званых опорных отделений по оказанию профильной допомоги. А прочь того продолжится набытье сучасного обсталевания и техники. Одна со старейших медустанов Гродно – городская клиническая больница номер 2 – сменить адрес. Рашение об этом принято и оно кончатковое. Работа об этом на прамку стартует суда лучшим годом с распроцовки проектно-кошторисной документации. Як тлумашись уголовным управлением хуго-здоровья, на новом месте будет узведен салком новый будинок, куда в перспективе и переедет другая больница. Это будет сучасная побудова, при проектовании якой плановится уличить усе новые подыходы до узведения и организации лечебных установок. Вот эти все моменты, которые наработаны, с учетом вот этого опыта, который приобретен при борьбе с коронавирусной инфекцией, все это при проектировании данной больницы будет учтено. Это разделение потоков пациентов, шлюзирование отделений. Также еще одним моментом очень важным является обеспеченность кислородом коек. То есть не менее 50% кислородов, а то и больше, необходимо, конечно же, обеспечить, должны быть обеспечены кислородом при проектировании новой больницы. У бутынку будущей больницы изъявятся специальные отделения для людей, сталого взрослого. За потребованность региона у таким, кажут специалисты, обумолена повеличением протяглости життя белорусов. У нас идет, увеличивается продолжительность жизни и, конечно же, необходимость в оказании такой качественной, доступной, высококвалифицированной, в том числе и специализированных видов помощи, которые необходимы именно при лечении лиц пожилого возраста, там будут развиваться. И там будут развиваться отделения в какой-то степени с уклоном геронтологическим. А прошлого на 2021 год запланована сдача первой чарги будовництва областного анкоцентра. Это будет радиологичный корпус, работы на яким на датчинный момент завершены на 80%. Одначасово в регионе протягнется практика развития так званых опорных больниц. Прыкладом такой может быть недавно открытая островецкая ЦРБ, на базе якой дейничая межрайонный центр по оказании разных видов допомоги. Параллельно дейучая медустанова региона протягнуть, узмаснять свою материально-технічную базу. Еще до конца лютого у дадаток до 9 компьютерных томографов региона такие сучасные аппараты пашнуть працавать у Новогрудку и Лидзе. Цягом года КТ отримают 4-е и инфекционные больницы Гродно. А прошлого для инфекционки набудуть один в области мобильный аппарат КТ, який при необходности можно будет привезти по запытах любой установы аховы здоровья Гродинщины. Принеманские дети инвалиды у приватности с диагнозом церебральный паралит, больше не мают махшимость отпашивать и проходить лечение у санаторий Беларусь Литовского Друскененка. Рахунки дайзны оздоровленшей установы, якая належить нашей краине, заблокированы. Гэта связана с уядзением санкций Евросоюза у дочинений Республики Беларусь. До слова санаторий у Друскенниках корыстается трывалой репутацией у дятей и дорослых. Персонал установы, а гэта каля 400 человек, складается с профессийных кадров. Як означают батьки дятей с физичными обмежаваннями, які проходили реабилитацию у санаторий Беларусь, комплекс процедур во установе и умовы знаходження зауседы были на узровне. Цепер скорыстаться такими махшимостями, жахары при неманне, як и інших регионах Беларуси, стало немахшимым. Детям-то лечение нужно, ради каких-то санкций не надо закрывать такое оздоровительное учреждение. Как бы дети ни в чем не виноваты, они должны лечиться. Тем более, что там для детей с опорно-двигательной системой там очень много сделано. Сейчас после ремонта все стало удобно, не надо выходить с ребенком с колясочником на улицу, можно переходить из жилого корпуса в лечебный, можно также попасть в бассейн, не выходя на улицу. Так что сейчас намного стало лучше для родителей, которые детей привозят туда на отдых, на лечение. Не надо брать ребенка на руки и нести на четвертый этаж по ступенькам. Везде сделали лифты. Все, короче, прекрасно. Нам посчастливилось попасть в этот санаторий и, как бы сказать, нам понравилось. Потому что, несмотря на то, что 4 недели, казалось, далеко от дома, но мы получили нужную реабилитацию, физкультуру, массаж, физиопроцедуры, бассейн, водные процедуры. Все, что нужно именно для того, чтобы как-то поднять, наверное, повысить наш физический уровень. Я была в санатории с ребенком-инвалидом 8 раз. Мне очень там понравилось, в Белоруссии. Там очень хорошие процедуры, люди приветливые. А самое главное, что там специалисты работают. Они действительно помогают детям, инвалидам. Очень много процедур. Почти полдня занято этими процедурами. Очень жаль, что сейчас нет такой возможности ездить туда. Очень жаль. Ребенок очень хочет туда поехать, чтобы оздоровиться действительно хорошо. Моей девочке уже 18 лет. За этот период мы были уже 7 раз там. Оздоравливались и лечились. Нам очень понравилось. Лечение там хорошее. К детям хорошо относятся и сотрудники, и врачи. Поэтому мы бы хотели еще раз попасть туда. Но в связи с этими событиями очень проблематично. Как подкрысливать грузинские батьки, политичные мотивы не повинны уплывать на медицинские аспекты. Санаторий Беларусь у литовским грузгененка с момента передачи нашей краине у середине 90-х годов минулого 100-го дня дозволил оздоровиться тысячам человек. И такое право у пауниной жахары при немане не повинна быть порушена. У Гродни затрыманы 24-годовый молодой человек с 248 граммами особливо небеспечного наркотичного сродку параметилофедрону, який он меу намер разложить по закладках делям дальнейшей реализации. Як стало вядумо, молодой человек уродженец Гродно, який переехал у Минск, где стал супрасовничать за одной из российских интернет-крамов по распаусюджыванию наркотиков. После затрымания он рассказал, что поспел покинуть закладки на территории Минской, Витебской и Брестской областей. Право ухоуцы конфискуюсь наркотики из этих схованок. На дазинный момент уже забрано накаля 500 граммов параметилофедрону. Азначим, что еще в 2014 годе молодой человек так само спрабавал зарабиться на наркотиках, али был затрыманный. И этим разом ягодзейне квалификуются по артыкулах криминального кодекса продуглеженные санкции до 10 годов позбавления воли. Интернет-махляры скрали уже Гарагродно больше за 75 тысяч рублей. Их акверой стал 44-годовый мужчина. И он падался на хитрыке аферыстов, которые связались с импразмессенджер и проставились с супрасовниками службы безопасности банка. Увы, не куча, Гродзениц позбавился немалой суммы грошей. Потерпелому сказали, что нехто бы сам без пробоя списать сродки с его рахунку. Каб сберегших грошей, мужчины пропоновали перевести их на резервовый рахунок. Гродзениц поведомил махлярам номер пашпорта и конфиденциальные дадены, которые дали доступ к его рахунку. И уже супрасовники банка частками переводили гроши перед каждой такой операцией мужчины приходили на телефон коды подсвержения, которые он передавал махлярам. Увы, не куча было скрозено больше 75 тысяч белорусских рублев. Как поведомляют правоохолцы, это рекордная сумма, которая стала сдабышей интернет-аферыстов у Гродзенской области. Телефоновали потерпел мудаслова «не без России». Специалисты означают, что дня в регионе фиксуются десятки подобных фактов. И нагадываются об тем, что ни у яким выпадку никому нельха поведомлять особистые дадены. Ирина Степаненко первобрана старшиней областной организации Белорусского союза «Жаншин». Стала это вядома в рамках справоздачно-выборчей конференции, присвеченной выникам деяностей организации за минулую пятигодку. На встречу в Гродне собрались представницы организации из всех районов Прынемыня. Татьяна Грышук расскажет. Гродзенская областная организация Белорусского союза «Жаншин» у Снежних этого года исполнится 30 годов. До этой даты ее представницы подошли со значным выникам 30 тысяч женщин в складе. Это одна из лечеб, что гудшить в рамках справоздачно-выборчей конференции за пять опошних ходов деяностей БСЖ. Я не свечить, обвели короли женщин в громадско-политичных процессах на такую же вагу разлик и в контексте пропонованной программы социально-экономичных развития краины на ближайшую пятигодку. У каждого из аспектов проекта же ночью уплыл демография, поддержка семьи, выхование детей, патриотизм, профессийная самореализация. Женщина сегодня влияет на общественно-политическую обстановку в стране. Мы можем привести огромное количество лидеров в нашей стране, которые, будучи мамами, будучи бабушками, женщинами, участвуют в создании законопроектов, руководят банками, школами, учреждениями здравоохранения, учреждениями культуры и спорта. Совместно с общественными объединениями, с Беларуським союзом женщин нам и необходимо выработать дополнительные меры, дополнительные стимулы для женщин, для того, чтобы они себя чувствовали более комфортно, могли спокойно участвовать в общественно-политической жизни, строить карьеру. И все эти инициативы, конечно же, рождаются в наших общественных объединениях. Як констатуется, немашчимо уявить неводную галину реальный сектор экономики где б не працавали жанчины, яны активные удельницы усих громадско-политичных процессов, социальных проектов. В мерковании проставниц БСЖ знаходят адлюстрования в концепциях и проектах. Так, за час проведения диалоговых пляцовок в рамках подрыхтовки 6-го усебелорусского народного схода было вылучено 115 пропанов. По инициативе первичок на предприемствах в области значные преференции были уключены у коллективные договоры, у основе яких интересы мать и батьков, семьи, особливо шмадетных. Мне кажется, что вообще брендом Республики Беларусь должна стать многодетная успешная семья. Кстати, в программе социально-экономического развития, которую мы примем на следующую пятилетку на Всебелорусском народном собрании, куда наши женщины тоже избраны и составляют, если брать делегацию в Роднинской области, 32% от всех участников главным приоритетом прописана счастливая семья. А что такое сегодня счастливая семья? Это семья, где раздаются детские голоса, где нормальные супружеские отношения, где все уважают друг друга. Подтримка семьи, батьковства, дятинства застаются консолидующей идеей, приоритетным напрямком всех структур областной женычной организации, прогучала нас правоздаш на выборчной конференции. На поездку дня было вынесено и головное организационное пытание обранье нового старшини, члена управления и президента областной организации БСЖ. Как стала вядома Ирина Степаненко, которая до этого заявлялась лидером, первая выбрана на посаду старшини Гродзинской областной организации Белорусский Союз Жанчин. До шестого всебелорусского народного схода состоится тыдень, Украине продолжается подрыхтука. На форуме будет обмеркованный проект программы социально-экономичного развития республики на 2021-2025 годы. Это той документ, який вызнашит развитие Украины и протягнет линию планования экономичных, социальных и политичных процессов Беларуси. Принятые накерунки будут объединены одной метой, саденившись к развитию Беларуси и ее громадства, створить умовы для роста добробыт Украины и ее жахаров, з'яднать людей, деля достигнение поставленных метов. Как ведомо от кожной в области у столицы накеруется 310 человек. Улику десяти процтауников на сходе от Новогрудшины Игорь Каптилович, директор Новогрудского завода газовой аппаратуры. Мне бы хотелось, чтобы все основные проблемы, все эти антагонизмы в результате откровенной открытой беседы между разными сторонами общества были решены, чтобы мы беларусы объединились. Ведь в нашем беларуском гимне есть такая строчка «Мы беларусы мирные люди», чтобы именно мирно, без помощи извне мы разобрались со всеми проблемами, которые у нас накопились за последние годы. И я уверен, что мы услышим ответы на эти вопросы и общество успокоится. Игорь Каптилович молодый директор, алена в творчестве человек опытный. Агульный стаж 27 годов. Завод его один место празы. Новый сегодня это тысячный коллектив, продукцию которого ведут в Украинах СНД, Европы, Паудневой Америки. Намечен выход на рынки Мексики, Перу, Колумбии. Засем не не директор директор одного самых буйных предприемства региона стал делегатом 6-го Всебеларусского Схода. Ему доверно донести интересы и запады коллективу Новогрудча. Сформулированная на районном узровне у полной ступени прахучала в рамках областного сходу делегатов, на яким были закрануты темы социально-экономичного развития региона и краины анализ минулой пятигодки. В этой тезисе обовязково прахучается и у столицы уповненный делегат, який прахучается отказы на найбольш актуальные питания. В мире вы знаете падение производства из-за пандемии и границы закрыты и люди не ездят. Это затрудняет передвижение коммуникаций и вот хочу услышать как мы будем жить, потому что люди, наш трудовой коллектив волнуется, не повлияет ли это на экономическом состоянии нашего завода и конкретно людей, потому что все хотят жить в 21 году и во все последующие годы с твердой валютой, с твердыми макроэкономическими показателями, с низкой инфляцией. Вот на все вот эти вот вопросы я хочу услышать ответ на 6-м Всебелорусском Народном Собрании. 6-й Всебелорусский Народный Сход пройдет 11-12 лютого. В Минске сберутся 2700 человек из всех областей, запрошенные гости. На делегаты складена отказная миссия быть удельником агульно-национального диалога, готовыми огушить пропановые, сформулированные ургийонах. По вертании со столицы делегаты учакаются справозначные встречи. В формате диалоговых пляцовок пройдя обмеркование выникал и у делу важной громадско-политичной подеи. Физичная подрыхтованность, отказность и крепость духу. 13 человек в аурашистой обстановке отримали посвященную бойцу молодежного отрада аховы правопарадку. Шарах отрадовцев пополнили навученцы Гродзенского профессийно-технічного колледжа коммунальные господарки. Патрулевание у громадских местах, потребование безбеспеки подчас культурных и спортивных мероприемств. Такие функции при нем выполняют молодежные отрады аховы правопарадку. В их складе студенты гродзенских ВНУ и среднеспециальных установ адукации. И по оценках суперсовников милиции миновито ГЭТ дружины заявляются надеянными помощниками профессийных правах аховцев. Традиции, которые были зарождены ранее, они имеют место быть, продолжаются, живут и в молодежные отряды у нас все присоединяется больше и больше молодежи, юношей, девушек. В первую очередь это студенты, учащиеся среднеспециальных учреждений, высших, которые на сегодняшний день проявляют жизненную активную позицию, помогают в охране правопорядка сотрудникам милиции. Церемония принятия отрадовцы прошла в музее пожарной службы. Заступлением в шереги бойцов отрадов аховы правопорядку молодых людей повиншовал делегат 6-го Всебелорусского народного схода Дмитрий Щегрыкович. В масштабном форуме он принимает дел как представник молодого актива принемания и будет глушевать меркование важности усебаковой поддержки молодых людей. Это, на думку делегата, один из важных складальников развития страны. Я уже третий год в отряде состою, на посту командира уже 2,5 года и мои бойцы, скажу по примеру, то, что они хорошо себя проявляют. Хочу пожелать новым бойцам отрядам успехов в карьерном росте, то есть, чтобы они себя проявили хорошо, с хорошей стороны. Усяго областном центре день 7 бойных молодежных отрядов оковы правопарадку. Шарги объединяются скаля 400 хлопцам и девчат, студентов и навученцам. Первую премьеру 2021 года рыхтует трупа Гродзенского областного драматичного театра. На данный момент проходят с репетиции будущего спектакля под названием «Смерть Тарылкина». Сценарий постановки складены поматывах твора Александра Сухова Кобылина, который был написан в 19-м стагоде. Владимир Лобан расскажет. Актеры областного драматичного кропотливо отпрацовывают кожаную сцену будущего спектакля. На сегодняшний день проходят початковые репетиции. Пакуль на сцене нема декораций. Актеры гучуют свои роли с надрукованным текстом в руках. Материал перерабатывается, современное ему звучание какое-то передается, но авторская идея основная сохраняется, ее мы просто начиняем современными реалиями. Главные герои все без изменений, конечно же, двигающие силы этого спектакля, но развиваем сюжет. Параллельно готовятся декорации, костюмы, шьются, все сопутствует основному процессу. Пока изучаем, прощупываем сцены, ищем разные интересные места, находочки. По словам актеров, новая постановка это завсюды выпробование. Переодолить всего необходима профессийно, творче, и креативно. Тем больше, что это премьера моя отметность, и рыхтует новый режиссер. На рахунку Сергея Яскевича больше 20 спектаклей, по творам, славутых и сучасных авторов. 30 годов режиссер працавал у Гомельским областным драмтеатры, Мозырским драмтеатры и Мемельжа, а пошли два года у Слонинским драматичным. Первый початкованный режиссер Гродня плановал ставить больше классичных творов, а первой премьерой повинна была стать постановка для дорослых. Новый спектакль подтверждение намеров. Трупы драматичного рыхтуются до гучной премьеры. Ну, конечно, тяжело, постановка не знаю, как получится. Ну, это действительно труд большой, серьезный. Не узабавец спектакль будет доведен до финальной стады. Дата его презентации уже огучена. Познайомиться сюжетной линии идеи под названием «Смерть Тарылкина» можно будет 27-го соковика, как подкресливается у храма Мельпомены у Сусветный День театра. С початка упал днёвый циклон Ларса, зараз новый Зигберт. С хвалей мостных морозов и завей. Не один день Гродинщина находилась у снежной полоне. Проезд по городских дорогах был немогчимым. Тротуары так само переутворились у непередольную полосу пирожкот. И когда коммунальные службы продолжают борьбу с гурбами, пранеманские метеорологи подводят свои выники. Так, лютовские циклоны побили некольких снежных рекордов синоптичных взводок региона. 4 февраля ночью и днем на большей части Гродненской области отмечался сильный снег. В Гродно за ночь выпала декадная норма осадков. По высоте снежного покрова вчера был побит рекорд 50-летней давности. Так, в Гродно в феврале 1970 года наибольшая высота снега составляла 48 сантиметров. Вчера же утром она была 49. По последним данным на сегодняшний день по области у нас наблюдается снежный покров высотой от 20 до 30 сантиметров. В аэропорту Гродно 47 сантиметров. Таким чином 4 лютого в Гродне назировался снежно-транспортный коллапс. Свои рекорды были и в районах в области. У Сморгонским на боротьбу с великими горбами вышли супросовники широку службов. Справляться с завеями пришлось и островецким коммунальникам. На сегодняшний день ситуация с опадками стабилизовалась констатой синоптики. У Свои Чаргу свет-шесть энергетики и воротовальники экстренных выездов на ликвидацию наступства циклонов вечером и у пятницы ранницы не отбылось. И вось на измену с шодрым снежным опадком идут лютовские морозы. Ночью будет облачность с прояснениями, днем переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы у нас в отдельных районах будет слабый туман, на отдельных участках дорог гололедится. Ветер северо-западный, северно-умеренный. Температура по области ночью будет минус 13, минус 18, при прояснениях минус 19, минус 22, днем минус 9, минус 14. По городу Гродно ночью минус 13, минус 15, днем минус 10, минус 12. Таким шином лютый уступил свои правы. По информации синоптиков, опрошь низких температур и ветру на выходных чакается не шмат опадков на дорогах гололедится. Отповедно, от лиги не продбачится. Тому аматрау лыжа, у катания на коньках и санках есть махшимость провести выходные активно, позитивно и с корыстью для здоровья. И это все, об чем мы хотели рассказать. Я развитываюсь. Всего доброго. Суббота ветра покажет, каля 15 градусов морозу, днем до минус 12, а вечером до минус 18 градусов. Ветер пауночна заходни 2-3 метра за секунду. Атмосферный тиск 756 мм ртутного слубка. Вильготность па ветра каля 86% ранится и вечером и 80% днем. Зули кому сих метрологичных дадзиных, отчуваемая температура па ветра на протягу дня будзе вагаться от 16 до 21 градусов морозу. У районных центрах 6-го лютого надвор я будзе наступным. У Великой Бераставицы, Валкавыску, Зельве и Слониме каля 14 градусов морозу раніцей до минус 12 днем и до минус 17 вечером. Пераменная воблачнасть без запаткал. Ветер пауночна заходни 2-3 метра за секунду. У Свеслачы и Дятлови каля 14 градусов морозу раніцей до минус 12 днем и до минус 19 вечером. Пераменная воблачнасть без запаткал. Ветер пауночна заходни 2-3 метра за секунду. У Мастах каля 14 градусов морозу раніцей до минус 11 днем и до 17 морозу вечером. Пераменная воблачнасть без запаткал. Ветер пауночна заходни Ранницей до минус 12 днём и до минус 16 вечером. Пираменная воблачность без западков. Ветер па внушно-заходний 2-3 метра за секунду. У Лидии Кареличах каля 15 градусов морозу ранницей до минус 13 днём и до минус 17 вечером. Пираменная воблачность без западков. Ветер па внушно-заходний 2-3 метра за секунду. У Иуи и Смаргони каля 17 градусов морозу ранницей до минус 13 днём и до минус 19 вечером. Пераменная в облачность без опадков, ветер по уночной заходни, яхо худкость 2-3 метра за секунду У Воронове, Астрауцы и Ашмянах, каля 17 градусов морозу ранится вечером и до минус 13 днём Пераменная в облачность без опадков, ветер по уночной заходни 2-3 метра за секунду У Новогрудку, каля 16 градусов морозу ранится до минус 15 днём и до 18 морозу вечером Пераменная в облачность опадки не прогнозуются Ветер пауночна заходний 2-3 метра за секунду. Згодна с гисторией метаназиранню, минимальная температура па ветра, якая была зафиксована у Гродня 6-го лютого, 30,1 градуса у морозу, здарылась агэта у 1965 годе. Максимальная температура па ветра, зазначенная 6-го лютого у Гродня, 10,3 градуса у тепла. Рекорд належать 1990 году. У районных центрах найхладней 6-го лютого было у Лидзя у 1956 годе. Слупук термометра пустіўся тады да 25,9 градуса у морозу. Найтяплів гэты дзень было у Ваукавыску у 1990 годе. Было зафиксована 10,1 градуса у тепла. Емагнитная ситуация ў суботу 6-го лютого будзе даволі іспрыяльной. Сонічная актывнаці не піравысіць ў зрунню невялікі емагнитных хваляванню. Узыход сонца ў 9,1 хвіліну, захат ў 18,16. Светлавы дзень ў параўнанні с пятніцей павялічыцца на 4 хвіліны, і складе 9,1,15 хвілін. Па месяцовым календары – старый месяц. Ада кладній 6-го лютого ў 3,1,42 хвіліны пачніцца 25-й дзень месяцовага цыклу. Спрыяльный дзень для спакойных адпачынку, падарожа ці наведвання выставы. Лепш прысвятіць час неаспешным справам. Карысная будзе концентрація на духовных пытаннях і проблемах. Няблаха будзе таксама выспацца і адпачыць. У суботу 6-го лютого православны календару спамінае Ксінію, якую народзе называлі Аксіній паузіміццай. У гэты дзень назіралі за надвор'ям, калі ішо ў снех чакалі позню вясну. На гэты конты снавала народная прыкмета. Калі на Аксінію дарогу перамятце, то і корм падмятце. Гэта значыць зіма затрымаецца, і хатня жывёла паець ўсе нарыхтаваны ёй запасы. У каталіцким календары дзень святой дароты. Прагэты дзень ў народзе казалі, па святой дароте вёска ў балоте. Або яшче, на дароту і снех і балота. Абець вепрымаўкі адлюстровувалі не ўстойліваць на двор я ў гэты час. Па православным календары шостага лютага ім'яніна ў Ксеній, Дзяніса, Яусея, Івана, Паула і Тимофея. У каталікоў дзень анёла адзначаць Дарота, Лявон, Антон, Павел і Богдан. Дякую за перегляд!